Запомните, любой, кто бежит, это вьетконговец, а любой, кто стоит на месте, это дисциплинированный вьетконговец. Так или иначе, когда-то давно я делал пару коротких роликов на тему партизанских ловушек во время войны во Вьетнаме. Я решил раскрыть эту тему чуть шире и вышел с этим вопросом в интернет. Здарова, ребятишки, меня зовут Глеб, и это, кстати, десятый выпуск, а это значит... Юбилей! Погнали! Вьетнамская война – это страшное, но в то же время удивительное событие, происходившее в период с ноября 1955 по апрель 1975 года. Почему удивительное? Потому что это было настоящее противостояние Давида и Голиафа, когда, казалось бы, нечто маленькое и не внушающее силу дает отпор чему-то большому и опасному. В этом есть что-то от Медоеда и Росомахи, правда? В целом участниками этого мероприятия было около 15 стран, но общепринято рассматривать это как схватку именно между Вьетнамом и США. Будучи на тот момент главнокомандующим американскими войсками Уильям Вестморленд, привыкший воевать по правилам прошлых войн, то есть сила против силы. Для войны во Вьетнаме разработал грандиозный сценарий под громким названием «Search and Destroy» – найти и уничтожить. Только был один небольшой нюанс – вьетнамцы плевать хотели на правила прошлых войн. И такое понятие, как военная этика, а также пожелания каких-то там генералов не входили в их планы. Их задача была противостоять мировому гегемону в лице бравых американских солдат. А как это сделать, когда ты не обладаешь ни количественным, ни качественным преимуществом? Можно попробовать использовать хитрость и немного смекалки. И тем, и другим вьетнамские партизаны обладали в избытке. Изобретая свои знаменитые ловушки для борьбы с захватчиком, они опирались на такие характеристики, как скрытность, а также максимальный ущерб, как физический, так и моральный. И, наверное, самой известной такой ловушкой была ловушка пунжи. Либо панжи. Но это пометка для тех, кто будет прикапываться к названиям. В любом случае, что пунжи, что панжи. Гениальная в своей простоте и уж поверьте, невероятно эффективная в своем применении. Собственно говоря, в чем была ее суть? Выкапывалась небольшая ямка. Ну, знаете, такая, чтобы в нее уместилась нога среднестатистического человека. А в эту ямку устанавливались заточенные стебли бамбука. Либо, если есть возможность, то острые металлические прутья. Когда ничего не подозревающий солдат шел выполнять свою демократическую миссию, он проваливался в эту яму. И его ждал, скажем так, сеанс иглоукалывания. Но, казалось бы, проткнутая посреди джунглей острыми шипами нога, вроде как этого и так достаточно. Но нет. Вьетнамским партизанам этого было недостаточно. Шипы были обильно смазаны растительными ядами. А уж если яда не было под рукой, то для обработки шипов использовали мертвую плоть. Либо экскременты. Для чего? Чтобы противник получил не просто ранение, а зараженное ранение. В таком случае шанс летального исхода для провалившегося в эту ямку с сюрпризом приближался к бесконечности. По оценкам экспертов, около 2% всех ранений, полученных американскими солдатами, связаны именно с ловушками пунжи. И поверьте, тем, кто все-таки выжил после попадания в эту ловушку, не нужно напоминать смотреть под ноги. И уж точно после ловушки пунжи так делать уже не получится. Более креативной разновидностью ловушки пунжи была ловушка-ведро. Ее суть и задача была такая же, но с небольшим отличием. Шипы и колья были направлены острием вниз. А иногда вообще использовались рыболовные крючки. Разработанная вьетнамскими учеными по системе Ниппель, ловушка подразумевала, что ты с легкостью можешь в нее попасть. А вот то, что ты из нее выберешься, не входило в планы вьетнамских ученых. Проще говоря, внутрь суй, а наружу хуй. Вынуть попавшую в ведро ногу было невозможно. В силу того, что даже при малейшей попытке колья, я напоминаю, или рыболовные крючки, просто глубже впивались в ногу. Поэтому, чтобы спасти своего бравого товарища, американским солдатам оставалось лишь несколько вариантов на выбор. Выкопать ногу вместе с ведром и тащить бедолагу на себе. Отпилить ногу и опять же тащить бедолагу на себе. Выпустить по нему патрон, чтобы окончить его мучения. Или же оставить пострадавшего на месте происшествия, а опасные джунгли, переполненные дикими животными, жару и инфекциями, сделают свое дело. Говорят, что встретить бабку поутру с пустыми ведрами – это плохая примета. Однако, что-то мне подсказывает, наступить во вьетнамскую ловушку ведро – вот это по-настоящему плохая примета. Бамбуковый патрон Нет, это не снаряд, сделанный из бамбука. Это невероятное приспособление в военной изобретательской мысли. Невероятное в плане простоты и эффективности, разумеется. В бамбуковый стебель вставляли боевой патрон. Далее получившийся снаряд закапывали в землю так, чтобы его верхушка немного торчала. А когда ничего не подозревающий противник, идущий по джунглям, изнемогающий от жары и отбивающийся от голодных комаров, наступал туда, куда не нужно наступать, патрон накалывался на гвоздь, заведомо установленный под снаряд. И происходил бум. Отскочить от подобной мины не представлялось возможным. Ведь она срабатывала мгновенно. Результатом была прострелянная насквозь ступня противника. Или же вообще смертельное ранение в пах. Что из вышеперечисленного лучше, непонятно. Учитывая, что ты находишься в чужой стране во время боевых действий и в абсолютной антисанитарии. Так или иначе, говорят, что до сих пор, где-то в джунглях Вьетнама, этот подземный стрелок все еще ждет. Ждет своего часа. На самом деле, такие патроны, скорее всего, уже давно отсырели и растеряли свои боевые характеристики. Но все-таки жутко осознавать, что где-то там остались эти подземные снайперы с одним патроном, которые были установлены для вполне себе определенной задачи. Да уж, как тут не закурить, когда повсюду разбросаны смертельные и опасные ловушки? Курить во время боевых действий было не западло. Все-таки большой стресс, который нужно как-то снимать в подобных условиях. Но что если я вам скажу, что стресс мог возрасти многократно, причем именно от курения? Иронично. Любовь американских военных к легендарной зажигалке Зиппа сыграла для них злую шутку. Вьетконговцы, не будь дураками, умудрялись встраивать в них небольшое количество взрывчатки. И когда после очередных сражений солдат брался за сигарету и зажигалку, чтобы немного отдохнуть, ему нахрен отрывало кисть или даже руку по локоть. При таких раскладах, наверное, лучше стоит задуматься о том, чтобы бросить курить. Хотя бы на период, пока находишься в зоне боевых действий. Эй ты, погнали ко мне в телегу. Там будут секретные материалы, не попавшие в ролики, а также просто всякие приколюхи. Смело залетай туда и чувствуй себя как дома. Но не забывай, что ты в гостях. Помимо острых кольев и крюков, разумеется пропитанных фекалиями и мерствичиной, помимо всяких растяжек и взрывчатки различной мощности, что еще можно было использовать в качестве оружия. Я напоминаю, это опасные дикие джунгли, которые сами по себе являются ловушкой. Особенно, если ты прибыл туда из уютного города, где главной опасностью является пропустить новую серию любимого сериала. Или сидя на унитазе осознать, что ты забыл купить мягкую туалетную бумагу. О, нет! Даже если бы джунгли не были переполнены вооруженными партизанами, в них и так навалом того, чего стоило бы опасаться. Например, различных животных. Таких, как леопарды и крокодилы. Блять, стоп! Мы опять все-таки говорим про животных! Огромное количество солдат были ликвидированы этими естественными защитниками местных территорий. Но их все-таки можно заранее обнаружить и не попасть в их цепкие лапы. А как насчет мелких защитников? Таких, как змеи и скорпионы. Вьетнамцы могли сделать яму в земле по типу ловушки пунжи. Но вместо кульев использовать змей. Вот уроды! В основном, в качестве наполнения для такой ямы использовали бамбуковых куфий. Вид крайне ядовитых змей, которых еще называют змеями трех шагов. Поскольку их яд действует почти моментально. И после укуса сделать больше трех шагов уже вряд ли получится. А как насчет скорпионов? Что можно было сделать такого интересного с их использованием? Во время Вьетнамской войны партизаны активно рыли туннели под землей. В которых они могли незаметно передвигаться и осуществлять свои партизанские действия. Разумеется, противники иногда узнавали про эти туннели. И периодически норовили ссувать в них свои демократические задницы. Так вот, чтобы этого не происходило, вьетнамцы делали следующее. В небольшой короб помещали какое-то количество скорпионов. И использовали это как некую растяжку. Короб монтировали в стену туннеля, от которого протягивали леску к противоположной стенке туннеля. Если солдат, оказавшийся в туннеле, был недостаточно внимателен, то, зацепив леску, открывался короб. И из него вырывались разъяренные скорпионы, которые тут же награждали бедолагу своим ядом. Вот такие вот дела. Загуты этой злополучной специальной военной операции, потери американской армии составили около 60 тысяч человек. Еще свыше 150 тысяч оказались ранеными. А еще больше солдат вернулись домой с различными посттравматическими расстройствами, многие из которых так и не смогли приспособиться к нормальной жизни. Как бы то ни было, история американского вьетнамского противостояния показывает, что несмотря на численное преимущество врага, несмотря на условия, в которых все это происходило, несмотря ни на что, если иметь должную смекалку и терпение, можно оказать достойное сопротивление любому напавшему на тебя противнику. Разумеется, это были не все приспособления, которые использовались во время боевых действий. Давайте наберем, эээ, я не знаю, 8 миллиардов лайков, и я сразу же выпущу еще видео про хитроумные ловушки. Шучу, конечно. Достаточно только твоего хитроумного лайка. Поставь его, пожалуйста. И подписывайся, чтобы быть в курсе событий. Но помни, не факт, что здесь были факты. Пока.